На чем строился его мазхаб? На основные пять вещей. Первое, То есть он полностью опирался на нас, на Коран, на Сунну, и не смотрел на того, кто ему противоречит, кем бы он ни был. Пример. Фатима бин Тукайс приводит хадис от пророка Мухаммада, саллаху алейху ассаляму. Умар, рада Аллаху айнху, не взял от него хадис. Почему? Он сказал, мы не будем брать от женщины, у которой слабый разум, может она забыть. Поэтому оставил ее хадис. Имам Ахмад, когда начал изучать хадис от нее, увидел, что он достоверный, он взял, оставил, оставил слово Умар, взял хадис от пророка Мухаммада, саллаху алейху ассаляму, даже если его привела женщина. То же самое Аиша, рада Аллаху айнху, привела хадис, то, что пророк Мухаммад, саллаху алейху ассалям, мазал миск во время, до того, как зашел в храм, во время хаджа или умры, мазал миск на тело, до того, как сделал неяд, потом уже одевал и храм, и делал неяд. Он взял этот хадис, даже если это привела Аиша, рада Аллаху айнха, и не смотрел на тех ученых, которые запретили брать этот хадис. Также Умар, рада Аллаху айнху, сказал, что лучше хадж. Хадж есть три вида. Аттаматтюа, киран, ифрат. Умар, бин Хаттаб, сказал, что лучше делать хадж ифрат или хадж киран. Однако Ахмад бин Хамбаль, когда изучил этот вопрос, он сказал, что лучше делать аттаматтюа. Также Али, рада Аллаху айнху, ибн Аббаз, у них было мнение, если женщина, если муж дал женщине развод, беременной женщине, то в Коране, как сказано, Это если муж жене дал талак, развод, то ее идда, она должна, ее идда, три месяца, десять дней, то есть три очищения. Однако если беременна, Всевышний Аллах говорит, беременны, пока не родят. То есть, если, например, муж жене дал талак, развод, и завтра она родила, то есть Аллах говорит, все, она как бы свободная уже. Али, рада Аллаху айнху, ибн Аббаз, сказал, То есть, опять же, они что сказали, их мнение, двух сахабах, великих сахабах, сказали, нет, то есть нужно смотреть, что дальше. Например, если муж дал жене развод, она там на первом, еще на втором месте, ей придется там семь-шесть месяцев ждать свою идду, то она берет это мнение. Если он ей дал талак, там, на последние месяцы, то лучше, пускай она выжидает три месяца, десять дней. Однако Ахмад бин Ахмбаль сказал, нет, пока не родит. То есть, взял полностью нас, взял далиль от пророка, саллаху алейхи вассалям, и не брал эти фатава, не брал мнения. Кто бы это ни был, сахаби, это на этом он устроился. Потому что Субейя алейсаламия, когда пришла к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, беременной, и сказала, что муж дал ей посланник, саллаху алейхи вассалям сказал, вот как ты родила, все, ты свободна, даже если противоречили ей некоторые из подвижников. Это основная измиза, то есть, чем отличалась Мадреса Туль-Хадис от Мадреса Тур-Раи. Также до него еще был ученый в Мадреса Туль-Хадис в Медине, это был Саид бин Мусейеб. Если в свое время ученый в Мадреса Туль-Хадис был Саид бин Мусейеб, то Ахмад бин Хамбал был в Ираке ученым в Мадреса Туль-Хадис. Второе, на что основывался мазхаб имама Ахмада, Если он увидел фетву от сахаба, от сахабия, от сподвижника пророка Мухаммада, и нету противоречия этой фетве у другого сподвижника, то он все, брал это как за основу, и не смотрел там, чтобы ему там не говорили. Отсюда что мы понимаем? Как он возвеличивал хадис пророка Мухаммада, также он возвеличивал слова сподвижников. И отвечал на это. Он не говорил, что это иджма. Он говорил, то есть я не вижу что-то, что можно оставить слово сахабы. То есть вот такое у него было понимание в этом. Но однако у него было условие, чтобы не было у него противоречия от другого сахабы на это мнение. Третье. Если было в вопросе разногласий между сподвижниками. Один сподвижник давал одну фетву, другой сподвижник давал другую фетву. То он смотрел, что ближе к Курану и Сунни, но не навязывал это мнение, не обязывал другим. То есть что? Да, Субхан Аллах. Опять же, посмотрите, ученый, как бы брал для себя, что ближе к Курану и Сунни, как он видит, но однако не навязывал это другим. В сегодняшний день разногласий много в вопросах шариата. Человек приходит, ему там одно мнение какое-то услышал, и все, навязывай другим. Вот это хак, другого мнения нет, и начинается между ними, что страшнее, это фитна, между ними вот это смута, разногласия, ругаться, начинают друг друга обвинять, ты не прав, видят в себе прямой путь, а в брате видят заблуждение. Астахфур Аллах. Посмотрите, ученый, Ахмад бин Хамбель, даже если он брал для себя, что ближе к Курану и Сунни, если было разногласия между сахабами, не навязывал, не обвязывал это мнение другим. Четвертое. Он брал, как в дали, как в доказательство, хадис мурсаль, даив, слабый хадис, если ему не было противоречия. Посмотрите, в хадисе даив есть дорожат. Он не брал хадис, там, мауду, он не брал придуманный хадис, или мункер, который нужно оставить, или если в цепочке был кто-то муттагам, то есть ненадежный. Нет. Он брал именно просто слабый хадис и брал мурсаль. Если он не нашел уже другого далиля и нету противоречия на этот хадис. То есть он ставил этот хадис, даив, выше, чем кияс, выше, чем вот это вот сравнение. Он не делил хадисы на сахих, хасан, даив, он делил на сахих и на даив, достоверные и слабые. Следующее, что он брал, пятое, на что он строил его мазхаб, это кияс, о чем мы говорили, вот это вот сравнение, одно вещь и на другое. Ида ма ваджада нассан, ау кавуля ассахаби, ау хабара мурсаль, если он не нашел доказательства в Куране во сунни. Второе, не нашел слова сахабы, фетвы от сахабы. Третье, если не нашел даже слабый хадис, то он тогда уже возвращался к киясу, к сравнению. И говорил, использовал его по необходимости. Он пришел к имаму Шафиу и спросил его, что вы можете сказать о киясе. Имам Шафиу сказал, нужно возвращаться к киясу, когда есть необходимость. Опять же, из красоты имама Ахмада, если у него было какое-то разногласие в вопросе, то он не спешил давать ответ. Не спешил давать ответ. Часто имам Ахмад бин Хамбель говорил, я не знаю. Если он не нашел от сахабов какой-то азар, то он говорил, я не знаю. Сказал он одному из своих друзей, ни в коем случае не говори за религию Аллаха в каком-то вопросе где бы ты не получал эти знания от имама, от учителя, от твоего устава. То есть посмотрите, какой он был богобоязненный. То есть понимал, что религия Аллаха это это то, что Аллах доверил. То есть за каждое слово человек будет нести ответственность. Отвечает первым Всевышним Аллах Человек сказал слово, все, его обратно не вернешь. Если ты не раздумыв что-то сказал и ты даже не подумал, у тебя нету знаний в этом вопросе, ты не учился в этом вопросе, просто взял где-то прочитал там СМСку и так далее и все. И на этом строишь его это очень опасное положение такого человека. Ибн Хани Он дает какие-то комментарии он спешит кого-то говорит что это заблудший этот неверующий это тот вот этот человек спешит в ад говорит имам Ахмад Пророк Мухаммад сказал имам Ахмад сам имам Ахмад очень сильно собирал хадисы то есть всю свою жизнь он собирал хадисы имам Ахмад потом пришел Ахмад Мухаммад Абубакр Халал и предложил чтобы собрать знания имам Ахмада чтобы они не утерялись написать книги основная книга это как источник хамбалийского мазхаба называет там больше двадцати томов книга это основной как бы источник мазхаба имам Ахмад Абудавуд Мухаддис тоже у себя упомянул то есть упомянул некоторые вопросы которые поднимал имам Ахмад потом уже этот мазхаб стал расширяться такой был имам Абудавуд 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 который умел в 324 году по хиджри написал книгу Мухтасар Аль-Хираки написал книгу Мухтасар Аль-Хираки касательно мазхаба имама Ахмада и на него было еще 300 шарахов то есть 300 разъяснений на одну эту книгу какие из самых известных разъяснений книги Мухтасар Аль-Хираки но основной кто считается это имам то есть источник который больше написал книги в мазхабе имама Ахмада Абудавуд это который написал книгу Аль-Мухни в 15 томах в этой книге Аль-Мухни он не просто упомянул слова мнений имама Ахмада но однако и других факихов других ученых также отделил достоверно от слабого аль-Мухни также упомянул слова ассахабов и аль-Таби'ин также Ибн Абудавуд Абудавуд Аль-Мухни она книга тяжелая для ученых для мучтахидин однако для начинающих он написал книгу Аль-Умда потом для тех кто уже переросли стали повыше чем начинающие книгу Аль-Мухни и потом уже для таких средних у которых есть база знаний написал книгу Аль-Кафи также была книга Китаб Аль-Фуру Абудавуд Мухаммад бин Муфлих который умер в 763 году на сегодняшний день когда говорят про имама Ахмада часто говорят не просто про его фикх не просто про его знания в области хадиса а про его терпение которое было при его жизни вы знаете что он попал под фитну которая му'тазилинская вот это мнение что куран это не речь Аллаха а создание Аллаха и он объяснял людям что куран это речь Аллаха это не создание Аллаха это фитна началась в последнее время правителя ма'муна потом продолжалось во время аль-му'тасыма потом продолжалось во время вафика и уже когда пришел аль-матə分 он уже его как бы это мнение уже как бы конечно уничтожил что куран когда его посадили, ни за что, когда его били. Посадили его. Он сам был дайф. Имам Махмад, он был слабым по телосложению. То есть он был худеньким, слабеньким. Его посадили в тюрьму во время Маамуна. Потом Муат Асим пришел, сказал своему Джалладу, помощник, который бил плеткой, бей его сильно. Сказано, что когда он его бил, имам Махмада бин Хамбал, имам Махмад бин Хамбал постился. Это был понедельник. В этот день его сильно избил сам Муат Асим. Он постился, терял сознание. Потом приходил в себя, ему дают воду. Он сказал, нет, я не буду пить. То есть хотел, может быть, встретиться с Аллахом, если вдруг умрет, чтобы быть постящимся. Потом имам, вот это правитель Муат Асим сказал своему Джалладу, тому, кто бил его плеткой, то есть еще сильнее бей. То есть и так он уже сознание теряет от этих ударов. Еще сильнее бей и отрубит тебе, Аллах, руку. То есть имеется в виду, что имеется в виду здесь? То есть это не удар. Что за удар такой? Патур взял, он сам плет и начал бить имам Махмада бин Хамбал. Дядя уже подошел и сказал, Ахмад, кульха. Сказал его дядя, Ахмад, скажи, что Коран – это создание Аллаха и все. Он мог бы сказать, там себе какую-то, чтобы освободить себя от этого. Но однако он что сказал? О, дядя, я почувствовал боль плети, почувствовал боль, представил боль огня, ада и понял, что я не выдержу ад. И тогда стоял на своем мнении. Сам Аль-Муат Асим сказал, Ахмад, скажи только одно, что Коран – это создание Аллаха, а не речь Аллаха. Я сам тебя освобожу. Он что говорил? Я Амир аль-Муаминин. Ахмад, скажи, долили из Корана и Сунны, я скажу. Как бы над ним не издевались, он делал дуа за этого правителя. Он просил у Аллаха за него прощение, читал за ним намаз. Хотелось бы вот это вот в двух словах тонко сказать. Какая разница? Человек может подумать, какая разница – создание или речь. Во-первых, он говорил, что в аяте Аллах сказал в Коране, Всевышний Аллах сказал, ему принадлежит Аллаху творение, создание и Амр – слово, повеление. То есть Аллах разделил между творением и разделил между Своим словом. Также он привел аят из Сурата Ар-Рахнан, где Всевышний сказал, Ар-Рахнан алямал-Кур'ан. Милостивый обучил Кур'ану. То есть Кур'ан – это его знание. И он говорил, что знание Аллаха не может быть созданием, потому что потом придут такие люди и начнут говорить, философствовать. Если сказать, что знание Аллаха – это создание, создание его, творение его, а знание исходит из него, значит, он Всевышний Астафа-Рлах тоже созданный, чтобы эта фитна отдалилась, он стойко, он стоял на этом, что Кур'ан – это калямуллах, Кур'ан – это речь Аллаха Субханава Тааля. Во время Аль-Мутаваккеля его освободили, но не давали ему возможности преподавать. Было запрещено, чтобы вокруг него собирались один или более, два или более двух человек. Одну историю хотел бы из его жизни в конце тоже рассказать, вот в конце имама Ахмада бин Хамбеля, в конце этой истории. Очень интересные и очень поучительные для нас. Бывает такое, мы сталкиваемся с людьми иногда, когда он любит играть на публику, что-то выкрикивать, высказывать, чтобы его заметили. В этой ситуации ты видишь, что у него нет внутри намерения ради Всевышнего Аллаха что-то тебе сказать, у него нет ихласа, он хочет, чтобы его заметили, чтобы на публику. Такие бывают люди, сталкиваемся мы иногда. Имам Ахмад бин Хамбель и Яхья бин Маин, учитель Ахмада в области хадисы, пошли зашли на мечеть обеденную намаз в мечеть Ар-Русафа в Ираке. В то время были разные тоже течения, разные секты. Были такие, которые придумывали хадисы и рассказывали за деньги. Но Ахмад бин Хамбель и Яхья бин Маин были известны в свое время как великие ученые, как мухадисы, как хадисоведы. Но не было в то время видеокамер, не было телевидения, никто их на лицо не знал. И встает этот человек после намаза и начинает. Ахмад бин Хамбель и Яхья бин Маин присутствуют в мечети. И начинает говорить, «Хаддасани Ахмад бин Хамбель и Яхья бин Маин». Рассказал мне Ахмад бин Хамбель и Яхья бин Маин. И начинает придумывать хадисы. Они друг на друга смотрят и говорят, «Ты ему такие хадисы говорил?» Говорят, «Я не знаю таких хадисов». Говорят, «Может быть, ты сказал? Я сейчас только услышал такой хадис». Опять же, смотрите, из адаба, из нравственности, из поведения ученых. Они не встали, не начали кричать, «Ты что говоришь? Мы тут, мы здесь». Не говори от нашего имени. Хотя могли бы так сказать, так как пророк Мухаммад сказал, «То, кто обо мне лжет, им уже готовлено место в аду». То есть это необычные слова о каком-то другом. А пророки Мухаммад, он закончил, они вдвоем подошли и спросили, «Кто тебе рассказал эти хадисы?» Может, нам послышалось, может быть, он опять говорит, «Мне рассказал Ахмад бин Хамбаль и Яхья бин Маин». Тогда говорят, «Я Яхья бин Маин». Это Ахмад, мы тебе не говорили. Смотрите, как он выкрутился. Он говорит, «Вы что думаете, что вы одни, что ли?» «Ахмад бин Хамбаль и Яхья бин Маин». За свою жизнь я встречал 17 Яхья бин Маина и 17 Ахмад бин Хамбаль. Вот такая история. Хамбалийский мазхаб на сегодняшний день практикуется больше на Аравийском полуострове, в странах Саудовской Аравии, Кувейт, Бахрейн, Катар и так далее. Ахмад бин Хамбаль был, если посмотреть по истории, последним из четырех мазхабов. Субтитры создавал DimaTorzok